В конце декабря 2017-го в Сыктывкарскую полицию обратилась встревоженная женщина. Она припарковала машину возле торгового центра. После возвращения ее 10-летний ребенок, который остался в салоне, сообщил, что авто открыл какой-то дядя, испугался и закрыл дверь на центральные замки. Камеры наблюдения зафиксировали только человека в темной куртке с капюшоном. Полученную информацию стражи порядка сопоставили с предыдущими заявлениями от других водителей, в основном женщин, у которых непонятным образом пропадали из автомобилей деньги. Оказалось, они стали жертвами серийного вора, который использовал специальное устройство для отключения сигнализации, так называемый код-граббер. Женщины парковались и подъезжали к детским садам. В основном это происходило утром, в период времени с 7 до 8 утра и вечернее время с 5 до 7 вечера. В момент, когда в основном женщины спешат, привозя детей, забирая детей из садиков, оставляя сумки, он данным устройством прихватывал сигнал сигнализации. Когда потерпевшая уходила, он открывал автомобиль, обнаруживал сумки и из кошельков вытаскивал деньги. Чаще всего потерпевшие обнаруживали пропажу денег только на следующий день. Они не могли понять, кто и когда залез в их кошелек, предполагая, что их обворовали карманники в каком-нибудь людном месте. На самом деле автомобильный взломщик действовал так деликатно, что не оставлял никаких следов. Он, во-первых, старался как можно меньше прикасаться к поверхности автомобиля. Он открывал дверь, у него руки были в перчатках, и не прикасался к поверхности внутри салона. Он открывал сумочку, забирал кошелек и дистанционно сдавал машину на охрану. Неизвестно, сколько бы еще промышлял таким образом Сыктывкарец, если бы о его преступной деятельности правоохранительный орган не сообщил один его знакомый. Получив в апреле 2018 информацию о личности подозреваемого Евгения Забоева, который приехал орудовать в Ухту, оперативники установили за ним скрытое наблюдение. Вот он подошел к черному внедорожнику, припаркованному возле детского сада, присмотрел сумку в салоне и отошел в сторону. Затем, пока женщина-водитель отсутствовала, он открыл дверь и забрал деньги. Вся операция заняла чуть больше минуты. На следствии задержанный признался в шести кражах в Сыктывкаре и Ухте. Начиная с 2016 года добычей взломщика стали около 200 тысяч рублей. Суд приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима. Наказание ранее судимого за мошенничество и подделку документов Забоева не устроило, и он обжаловал его в Верховном суде Коми. Субтитры создавал DimaTorzok